всем привет добро пожаловать на мой канал сегодня у меня новый лайфлог кому интересно оставайтесь со мной приятного вам просмотра сейчас 3 57 утра ну или ночью кому как больше нравится 23 июля суббота я почему так поздно легла потому что пекла пироги ну и в общем-то сейчас пойду спать принципе я ложусь обычно в два часа последнее время сегодня лягу позже ничего страшного напекла пирогов я завтра их когда они остынут заморожу как всегда вот в таких пакетах здесь у меня остатки теста я сделала булочки они кстати очень вкусные обычно я делаю сразу плюшки ну тут я поскольку я сначала раскатала их как плюшки потом сделала как булочки потому что ну как бы и собаки буду давать и сама иногда и лучше их там песком не посыпать потому что я иногда если делаю себе я могу вот в рост или разогреть сверху положить кусочек сыра например ну и собаке ну так лучше вот калорийность на 100 грамм у вот этих пирожков справа и слева немножко разные во первых это зависит от того что я отдельно тесто замешивала и соответственно например яйцо белок желток да в каждом яйце имеет свой вес это во первых во вторых непосредственно раскатывала например вот вот эти пирожки у меня тесто на каждый пирожок я там я уже забыла но в общем одно количество грамм здесь другое количество грамм и допустим больше начинки короче говоря поэтому все подпишу и можно будет спокойно есть точно знаю все до грамма калорийность я прям взвешивала каждый кусочек теста начинку чтобы везде одинаково было сейчас пойду умываться и ложиться спать упаковала пироги плюшки подписала но еще не всем я парочку угощу подружку ну и этим какой-нибудь маленький пакет наверное положу может быть тоже икеевский который поменьше походу у нас сегодня очень жарко ну по крайней мере обещали а я кофе решила тут попить надо будет потом тут покрасить и пока нет времени общем буду пить кофе потом приедет ученица будем заниматься вообще планы планов на день у меня много предыдущих двух влогах я показывала что я разбиралась в ящиках в столе на кухне и вот сегодня пятый ящик так что во всей тумбочке я разобралась уже помыла покрасила высохнет но как раз ученицы позанимаемся и я сложу туда губки для мытья посуды сегодня 25 июля крайне поганый день ну это видео выйдет конечно же позже но я думаю соцсети многие знают что у меня умер ушастик в принципе можно сказать что все случилось неожиданно в субботу он очень сильно чего-то напугался чего именно непонятно потому что мы с ученицей были дома и мы не слышали ничего подозрительного и даже грома не было ну и в общем весь вечер всю ночь он вообще был как просто безумный трясся на следующий день уже ужаса в глазах не было вроде поспокойнее но все равно тяжело дышал но в понедельник вечером вот сегодня в 19 15 он умер но вот эти дни суббота воскресенье понедельник получается постепенно к этому все шло но вы знаете весь день была нормальная погода потом пошел дождь и 100 потом стал греметь вот крон и очередной раскат грома и ушастого судорога и он умирает я позвонила соседке одной из которой мы гуляем собакой соседний подъезд бабуся пришла и но будет кремация будет урна я сначала подумала что ну наверное общая кремация но соседка пришла сказала что она оплатит кремацию индивидуальную сурной в общем да ну и любимой тоже так решила его помянуть потому что такое мучная была душа как раз пятницу я пекла вкусняшки всем его угостила и по-моему в четверг я тоже пекла до в четверг я его угостила манником в пятницу я пекла как раз таки булочки пирожки тоже угостила то есть там получается все поел всем угостился какой-то странный зеленый свет в новую жизнь получается я так не хочу тут его миски я ему сегодня сварила бульон потому что он отказывался от еды думала хоть бульоном покормлю а он получился ароматный от курицы отказался ровно один шприц бульона выпил ну воды много пил на концу дня уже у него не было сил он знаете собирал последние силы делал глоток и все а сейчас я ему положила всяких вкусняшек манник булочку пирожок с капустой еще купила орешек со сгущенкой в общем как-то так насчет урны пока не знаю может быть похороним в питере его раз уж я его так не успела свозить но или оставлю здесь не знаю сегодня уже 26 июля вот я вообще весь день спала мне не хотелось вставать сейчас без 15 7 вечера ну и я встала поела борщ вот сделала кофе вчера покупала торт сказка который мне вообще когда-то нравился не знаю но мне он нравился в ашане это в пятерочке что-то он не очень ну короче особо поскольку я одна то я его просто заморозила несмотря на то что крем прекрасно можно замораживать ну вот сегодня решила кусочком побаловаться хотя вчера я тоже съела и поняла что мне вообще но мне вчера вообще ничего не в кайф впрочем не сегодня все невкусно вот не знаю буду буду я сегодня видео выкладывать или нет потому что я рассказывала что у меня отснятых видео достаточно вот постепенно какие-то фрагменты снимаю когда есть желание как это назвать посмотрим сегодня никуда не поехала вообще желание нет потому что понимаете единственное что сейчас надо до ближайшего магазина дайте но где-то в районе взяла патчи потому что у меня такие отеки за вот эти три дня под глазами кошмар просто и такой крем для рук взяла от organic kitchen я его в качестве маски на лицо наношу так что хоть что-то поприличнее чтобы было так что у меня виду кто-то еще как будто я не знаю чем я занималась сегодня вообще день тяжелое у всех так получилось что теперь моя помощь потребовалась ника ника иди сюда ника ко мне вот так что сегодня гуляю с подружкой ушастика погуляла с никой еще зашла в пятерочка просто выходила и зашла в пятерочку думаю там его я сначала куплю мороженое немножко пройдусь потом уже куплю продукты вот но там были очень выгодные цены на кабачки на капусту поэтому я все это сразу купила пошла домой а тут мне еще подружка написала что у нее дети заболели а бабушка там короче у врача еще не приехала от врача и я пошла погуляла с собакой она меня же всегда с ушастиком выручала вот я уезжала она гуляла с ушастым ну вот погуляла пошла еще в пятерочку сейчас купила овощи вот она овчарка ну вот пошла купила там морковки картошки ну хотя картошка мне наверно особо сейчас и не нужна суп есть а так я ее я люблю картошку в принципе иногда можно это варить тоже это делаю редко пошла купила мороженое по себе пошла вот сейчас уже 21 17 поэтому но и я-то выспалась в общем гуляю это вот недалеко от нас около метро тут такой парк называется зеленый но это больше знаете такой как мне кажется сквер но не ну в принципе можно назвать небольшим парком вчера как раз ходила магазин купила капусту тарика чина ну она была по 19 с копейками поэтому взяла потому что во первых можно сделать квашеную капусту потом так поесть и еще какое-то количество заморозить так многие делают и я делаю удобно вроде как говорят что единственное если кто любит например в супе такую хрустящую капусту то она конечно после заморозки не такая хрустящая но не знаю мне нормально да и многим ну я вообще отварную капусту люблю но честно говоря много ее есть не могу как-то на желудок она тяжело влияет но периодически можно потом свеклу купила то что сейчас у меня борщ потом я наверное скорее всего опять же суп перей сделала потом можно будет еще свекла я честно говоря не помню посмотрю поскольку она была так это нужно в другом чеке ну да ладно лук взяла ведь в этот раз взяла поскольку ушастого нет я сначала потянулась за крупным взяла мелкие для себя вот кабачки взяла они были по 44 с копейками на самом деле наверное еще может быть взять потому что я сейчас их ем сырые я натру на терке и заморожен может быть там один кабачок кругляшками если может быть сделать пиццу или с рисом сделать морковку взяла на морковку конечно надо брать больше потому что она у меня каждый день уходит ну опять же ушастого сейчас нет чуть меньше будет уходить ему я тоже же делала бульон не но все равно я ее ем постоянно а вот картошку картошку я в принципе люблю но в основном добавляю в суп иногда так отварная но тоже взяла она была по 26 это помню то ли 31 то ли 33 рубля 2 рулон туалетной бумаги взяла так и всех нашла бумага была по 1199 ничего себе подорожала за рулон дальше лук 1349 ой нет так лук 3699 за килограмм морковь 3299 свекла 2199 и картофель 2699 денек у нас сегодня будет видимо жарким ну мне нужно по делам съездить вот ладно неважно наверное переживу все-таки не помню показывала или нет на кактусе появилось что-то такое типа как я не знаю зацветает он что ли или нет и еще появился маленький кактус вот всегда такие вещи не к добру получается что называется кто-то рождается кто-то умирает я бы предпочла чтобы кактуса не было ушастик бы вот ладно это видео я буду завершать если она понравилась ставьте лайк подписывайтесь на канал заходите в мой инстаграмм 3 7 рыжи 3 8 благодарю вас за просмотр до скорой встречи пока пока вышло у метро динамо иду в любимый парк и пытаюсь отойти от ужаса у меня вообще нет слов сейчас расскажу но правда это я так постараюсь без сильных подробностей но лучше если дети у экрана лучше так сказать попросить просто дело вот в чем я в состоянии шока заказала дополнительную услугу фотоотчет аккремации ушастиком но поскольку я девочка взрослая и в общем то понимаю как она примерно происходит происходит я спросила что туда входит и судя по всему как они сказали но по крайней мере ничего такого жестокого быть не должно сегодня так слову соседка вызывала их по своему номеру но когда они спросили чей номер записать мы дали мой когда приехали в документах заполнили мой но отчет прислали сегодня соседки чего она конечно тоже пришла в ужас переслала мне я билась простите в истерике потому что во первых первая фотка он лежал в этой печи и у него была в крови лапа ну у него не было кровища и в теории что уронили но как мне объяснили несколько человек которые в этом понимают не может там быть крови значит испачкала попалась какой-то другой собаки я не знаю я в шоке но это это еще не не самое страшное они да да просто имейте ввиду если вы не заказываете этот отчет потому что на самом деле это ужасно они присылают фото когда ваша собака наполовину в огне я когда это увидела и не знаю мне просто вообще жить не захотелось это просто вообще кошмар мне было уже вот выходить и мне вот это прислали я успокоиться не могла перенесла немножко встречу ну мне когда узнали мои друзья там так далее что я заказала фотоотчет вообще были просто в шоке типа зачем я это сделала я понимаю что это глупость но я была в шоке я не понимаю почему он был испачкан я заказала индивидуальную кремацию я не против других собак я не понимаю почему что это вообще я не понимаю зачем было присылать вот 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 такое вот я дома прогулка ну как бы ну знаете обычно проходит лучше чем сегодня но в любом случае походила подышала воздухом немножко отвлеклась зашла в ашан ну и соответственно совершила некоторые покупки взяла кефир однопроцентный он был как раз таки по уценке кефир может еще долго стоять но я из него буду что-то печь 29 рублей там 99 копеек как он стоит за литр очень хорошо вот также взяла муку каждый день вообще это мука она не очень хорошая честно говоря я ее беру очень редко она не самая плохая но она и не хорошая такая средненькая выпечка из нее получается но скажем так мука которая продается в пятерочке типа красная цена или красная в белый там горох что-то такое она гораздо лучше чем это но как бы в целом ее тоже можно использовать и стоила она 56 рублей ну как бы по современным ценам это очень даже неплохо вот воду я не покупала это я беру с собой вот сегодня я не знаю значит я со всеми событиями перестала дневную норму выпивать также купила сгущенку от марки каждый день она 40 с чем-то рублей здесь 270 грамм она ну в общем однопроцентная очень хорошая я довольна всегда беру иногда в пятерочке красную цену и там и там в общем-то состав хороший вот собственно ничего там такого нет все в порядке также у меня закончились пакеты для завтраков 20 с чем-то рублей они стоили 100 штук вот такой размер хорошие пакеты меня устраивают я уже просто открыла потому что они мне потребовались также у меня подходит к концу приправа лимонная я взяла вот здесь 250 миллилитров стоит 94 рубля я уже такую брала меня устраивает потом я брала поменьше за 81 рубль ну то есть как бы в пересчете на там не знаю килограммы литры она даже получается та подороже но в принципе одно и то же я беру на борщ взяла дрожжи вот такие ашам с птичкой в этот раз их было взять выгоднее потому что марка каждый день меня сейчас вполне устраивает там тоже 12 грамм но эти стоили дешевле плюс еще с них был кэшбэк я взяла кажется 5 штук вот хочу попробовать ванильный сахар в этот раз выгодно было вот такой брать я уже тоже покупала нормальный сахар был вот такой хлеб дарницкий который мне очень нравится по уценке 1739 вот очень даже повезло хорошо взяла лаваш вообще было написано что он стоит 9 рублей люди набирали я тоже взяла но на кассе выяснилось что стоит 19 рублей поэтому я взяла одну упаковку нет в принципе это не дорого и можно было взять еще но во первых тут уже дело принципа какого тут они обманывают во вторых у меня есть заморозки одна упаковка я ее тут начинала но половина там есть собственно сами пакеты тут вот еще разрыхлитель взяла укроп базилик ну там еще петрушка лежит вот еще дрожжи очень непривычно я не взяла крупы для ушастика для меня это как-то было очень странно вот такое вот молоко взяла за 50 по-моему чем-то рублей ну около 60 но меньше 60 рублей вот хорошее молоко беру не первый раз пока открывать не буду пусть стоит сейчас покажу довольно странную вещь я взяла поскольку я ну как бы миску ушастика не пустую взяла ему вот такой вот корм но я не хочу чтобы его миска пустовала но я ж не могу ему там сварить бульон и налить нет я в день когда случилось я ему налила бульон который сварила но понятно он же прокиспает но я его вылила а вот это вот будет очень даже неплохо потихоньку насыпать а потом можно просто бездомным собакам но у нас правда и собак-то бездомных нет но в любом случае так он обычно такое не ел я ему всегда готовила на всякие бульоны фарш и так далее то есть сорок чем-то рублей стоил поэтому взяла собственно я ему обычно когда из Ашана приезжала привозила булочку ему очень нравилось то что я именно сам процесс то что ему купили вот и открывали при нем он прям кайфовал поэтому я сегодня купила ему булочку и положила на подстилки в запас я взяла вот такой вот маргарин сливочник я давно его использую он мне нравится хороший маргарин пусть один будет вот еще петрушка они где-то по 3-4 рубля специи вот еще эти пакетики базилик укроп петрушка я взяла по 2 пакетика еще я взяла себе вот такой вот лак для ногтей от фенель в принципе эта марка хоть и бюджетная но хорошая но лаки у них я не пробовала ничего сказать не могу знаю что хорошая подводка для глаз в принципе пудра неплохая также у меня есть вот фенель как он там праймер что для консилер как он там называется вот я все свои лаки как вы знаете большую часть выкинула потому что я не так часто ими пользуюсь оставила только несколько я вот там докупила телесный и мне еще нужен был вот такой вот поэтому взяла 44 с копейками также я взяла такую ручку от биг у меня много новых ручек но вот эту я как-то по распродаже брала и мне она понравилась прям очень понравилась поэтому сегодня она по 19 рублей была я купила по 14 рублей вот такие вот папки уголки для раскрасок распечаток взяла они по 14 с копейками плюс с них начислили кэшбэк собственно вот из того что я купила кэшбэк начислили вот на эти 4 папки и на 5 пачек дрожжей в общем то в общей сложности 5 рублей но все равно знаете я как делаю то что в общем начисляют кэшбэк я это пробиваю в первую очередь оплачиваю и дальше вторым чеком сканирую все остальные продукты кэшбэк начисляется мгновенно и пользоваться им можно мгновенно поэтому дальше я сканировала все остальное и воспользовалась кэшбэком но в этот раз это всего 5 рублей а вообще иногда бывает очень даже значительно еще я взяла упаковку масла рафинированное дезодорированное ну вообще я беру в пятерочке красная цена хотя от марки каждый день я тоже брала нормальная ну просто как бы знаете обычные из Ашана везде ценник плюс-минус одинаковые поэтому я предпочитаю все-таки из Ашана такие вещи не возить но масла у меня идет крайне мало то есть в основном это когда требуется именно в тесто добавить потому что просто так там я не использую ни в салаты ни никуда масло такое не использую я вообще не любительница жиров но все равно выпечки это необходимо у меня одна бутылка может там по полгода стоять спокойно и вот когда там в феврале вот это все началось я успела за 87 рублей купить она у меня бутылка еще какое-то время постояла потому что я использовала предыдущую и вот сейчас использую масло красная цена там еще целая половина и хватит надолго я думаю но дело в том что сейчас я видела минимальную цену где-то 100 с чем-то рублей поэтому когда я увидела 96 кажется ну я решила взять потому что ну пусть стоит в конце-то концов еще я купила огурцы у меня на 84 рубля 70 копеек килограмм 59 90 вот огурцы так я тут сумки в коридоре побросала чтоб не таскать туда в общем арбуз взяла он был по 23 кажется ну в общем или 26 рублей сейчас посмотрим так у меня на 87 а так цена 23 90 вот в принципе это самый такой был небольшой арбуз ну я решила взять я в принципе равнодушна к фруктам поэтому я могу так один-два раза за сезон взять при условии что арбуз небольшой дальше что я взяла по 60 чем-то рублей за килограмм яблоки они как бы фасованные я уже съела одно так это у меня датчик движения отключился не заметил меня вот ну там разные были я два с половиной килограмма где-то взяла плюс-минус потом взяла сосиски но это вы знаете они у меня такие стандартные всегда я их чисто в эту в кашу добавляю так на 4 части делю так чисто символически вот стоят они 35 рублей в чистом виде они как бы их есть можно но не сказать чтоб они какие-то вау вот они именно вот для таких целей идут мне очень нравится вот так я сосиски никогда не покупаю в основном да еще по-моему а нет вот для сосисок в тесте я дороже потом взяла лук он за килограмм 600 чем-то рублей 699 99 вот а у меня на 75 60 108 грамм там хороший лук я люблю вот именно на вес брать потому что там так и подается вот это ну влага такая вот что еще взяла взяла кетчуп он по-моему 20 чем-то рублей хороший нормальный кетчуп такой там есть еще острый но меня устраивает вот этот вот знаете колбасу я всегда вот такую беру фантазия сырокопченая она очень классная но я вот крайний раз брала ну последний раз брала в нарезке по цене это то же самое они там режут вот но они прям классно режет то что тут у меня казалось бы хорошая такая ломтирезка но мне не получается так классно тонко нарезать колбасу вот а там даже просто выгоднее даже получается то что они очень тонко режут вот но нарезки не было я сейчас не знаю куда я пойду в ашан поэтому я взяла батон он у меня получился почти на 200 рублей вот а по уценке я взяла творог это сейчас скажу братья чебурашкины семейная ферма вот такой творог двухпроцентный я люблю вообще обезжиренный красная цена люблю и ашановский марки каждый день вот но этот в этот раз по уценке у него срок годности типа завтра заканчивается и цена 11 рублей 46 копеек ну это просто супер скидкой я взяла ну все три одну я уже открыла половинку съела вот ну я что могу сказать хороший творог но красная цена значительно лучше собственно такие были у меня покупки у нас сильный дождь все гремит вообще ну я как-то не боюсь но честно скажу что какая-то ну такая обстановочка не совсем нормальная ну не знаю странненько недоброе что-то а еще вчера в ночи аторакс напилась а перед этим меня так трясло что я в ночи позвонила в этот ветк рематории домоталась до них пока не было дождя я сходила в магазин ну и вообще прогуляться взяла баклажан один кстати я с него вот эту штуку сняла что за нее платить вот я буду делать овощное рагу потом взяла еще кабачки так как вот опять же на рагу то что я до этого взяла я хочу там потереть заморозить у меня есть замороженные помидоры еще есть достаточное количество но я взяла как раз таки две штуки чтобы нарезать для там риса вот этого всего это я брала в пятерочке это 100 с чем-то это 44 это 89 ну за килограмм цена вот фикс прайс я взяла соус асторий чесночный я такие вещи не ем но любимый приедет там всякую шаверму делать ну что-нибудь такое пойдет а в пятерочке еще взяла вот этот вот сыр такой вот типа по-российски классический и я просто очень этот сыр люблю и меня он устраивает по калориям конечно он ну я стараюсь все брать низкокалорийные здесь правда на 100 грамм 353 калории но бывает сыр который все-таки калорийность у него больше а бывает так что ну вот меня это не устраивает еще мне не устраивает когда сыр плохо плавится а здесь меня устраивает все и кстати цена хорошая там 350 или 390 за килограмм а также фикс прайс соус по-моему стоил 33 рубля фикс прайс я еще за 70 чем-то взяла вот эти батарейки у них правда написана скидка по карте и никакой скидки не было ладно они в любом случае были нужны вот эти вот мизинчиковые дальше я показывала в конце мая или в июне в июне по-моему что я на Валберис вот что тут у нас револяин или как там заказывала блеск для губ но я его брала специально взять с собой в Питер там и так далее я перед поездкой не могла его найти я не знаю куда он делся может быть где-то скорее всего завалился но его не было вот я конечно расстроилась а потом дома уже вернулась много раз искала как нету но пришлось повторить покупку также в то же время я заказывала вот такие резиночки правда я брала черные но мне не принципиально какие блеск кстати по моему 90 чем-то рублей стоил это то ли 70 чем-то то ли 8 чем-то резиночки на вот эти бигуди для химической завивки у меня деревянные ну я завивку не делаю химическую я просто завиваю иногда волосы и вот эта штука отлично весная неудобная упаковка надо будет сразу куда-то переложить потому что закрывать сложно все вываливается у меня масса резинов просто рассыпалась вот и третья была покупка тоже вот на валпелес это такой вот в общем тональная основа которая сейчас что-то набирает популярность у многих вижу такую вот и тут я посмотрела она стоила кстати все заследировано пришло я просто там открыла проверить значит стоила меньше 100 рублей 92 что ли так вот такая прелесть смотрите мне безумно понравилось как это выглядит вот эти цветные шарики ну и в принципе отзывы хорошие я крышечку открыла вот так выглядит так все работает выдавила то есть вот здесь три цвета вот таких вот так вот выглядит в процессе вот разношу по коже так вот в процессе ну пока ничего сказать не могу сейчас подписывала видео и ну вот буду монтировать этот влог отсматривала уже добавляла в редактор фрагменты в общем да опять истерика приключилась ну ладно я буду себя брать в руки в субботу привезут урну мне стало немножко спокойнее что ее привезут хотя когда я это увижу тоже не знаю что будет ладно я благодарю вас за просмотр желаю вам здоровья настроения вдохновения во всем до скорой встречи пока пока до скорой встречи пока